Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как тверские автомобилисты прошли проверку на технический регламент? Как законно переоборудовать свой автомобиль, чтобы не возникали вопросы у сотрудников ГИБДД? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник, старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, Шамиль Гаджевич Камилов. Шамиль, добрый день! Несколько слов, что это была за профилактическая операция технический регламент, которая, если я не ошибаюсь, проходила на территории всей Тверской области? Да, значит, у нас на территории Тверской области ежемесячно проводятся профилактические мероприятия. Вот одним из таких мероприятий у нас является контроль за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза. Называется он «О безопасности колесных транспортных средств». Данное мероприятие у нас в большей части заключается в выявлении технических неисправностей транспортных средств, а также выявлении незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства. В текущем месяце у нас, 2 декабря, оно проводилось как в областном центре, так и в районах Тверской области по выявлению как раз-таки транспортных средств, не соответствующих требованиям технического регламента. Шамиль, вот как это проходило? Это также вот как на дороге вы останавливаете, инспектор останавливает автомобиль и смотрит, соответствует или нет, да? Да, соответственно, обычные мероприятия, инспектор ДПС у нас останавливает транспортные средства и уже проверяется на наличие неисправности условий, которых запрещена эксплуатация, либо по выявлению незаконного внесения изменений в конструкцию. Вот при проведении мероприятий у нас сотрудники применяют специальные технические средства выявления таких неисправностей. Это, например, такие приборы замера протекторов шин, замера люфта рулевого управления, дымности отработавших газов, проверки тормозной системы, измерения параметров света фар. Да, у нас проверяются и тормозные, и люфт водитель рулевого управления. Ну и, соответственно, да, вот даже дымность отработавших газов замеряется, и при выявлении несоответствия водитель привлекается к административной ответственности, запрещается эксплуатация. Это как-то внешне можно определить, вот идёт автомобиль, и уже внешне заметно, что что-то с этой машиной не так? Или просто останавливается в потоке любая машина и проходит проверка? Соответственно, конечно же, в первую очередь, это при остановке транспортного средства и проверке его. Но можно издалека, конечно, визуально обратить внимание на транспортное средство, которое в том числе, допустим, дымит. Видно, что транспортное средство какие-то неисправности явно имеет. Что-то не то с машиной, да? Или двигается, или уже пора ей прекратить эксплуатацию такой машины. Вот вы сейчас назвали целый ряд нарушений, которые проверялись. А какие основные нарушения допускают водители? Ну, у нас за прошедшим мероприятием было выявлено порядка 140 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств. Из них были выявлены неисправности рулевого управления, как раз-таки с использованием приборов или фотомера. И была прекращена эксплуатация транспортных средств. Они помещены на специализированную стоянку. Несоответствие шин, установленным требованием. Нисправности световых приборов. Наличие предметов, ограничивающих обзорность. Это, допустим, шторки. Это пропускание стекол. Это у нас тонировка. И управление снесенным изменением в конструкцию. Что впоследствии за внесение изменений в конструкцию без разрешения ГИБДД и управления таким транспортным средством впоследствии влечет прекращение регистрации до устранения выявленных недостатков. И регистрационными подразделениями ГИБДД вносится сведения о прекращении. Да, мы еще поговорим о внесении в изменение конструкции автомобиля чуточку попозже. Вот вы сказали, что были автомобили, которые отправлены на платную стоянку. Это рулевое управление. То есть здесь водителю перед тем ваши рекомендации... Ведь каждый водитель знает, какие нарушения он, возможно, допускает и что предусмотрено ГОСТом. Здесь нужно быть более внимательным к автомобилю. Тоже рулевое. Это непосредственно связано с варийностью. Если неисправно рулевое, о чем мы говорим. Тем более это, может, серьезные последствия. Это же основное. Человек управлять должен автомобилем, а не автомобиль должен передвигаться и ехать. Как будто бы сам по себе. Не слушаясь водителя. Кстати, много времени Шамиль уходит на вот такую проверку. Все-таки проверяется сразу много факторов. Как водители реагируют? Соответственно, сотрудники ДПС на месте, они уже знают, как, на что обращать внимание. И время на это затраты у них определенное есть, но, соответственно, они уже нацелены, и знают, что нужно смотреть, на что обращать внимание. Поэтому это много времени не занимает. Но если выявляются нарушения, вот вы уже сказали, что некоторые автомобили, отправленные на платную стоянку, составляются административные протоколы за нарушение регламентов. Водители привлекаются к административной ответственности. Давайте несколько подробнее остановимся на тонировании стекла в нарушении требований ГОСТа. Какая ответственность предусмотрена здесь? Потому что тонировка, это встречается довольно-таки часто. Для чего вообще водители это делают? Просто ради того, чтобы кому-то бросить пыль в глаза, или чтобы его никто не заметил, что находится или кто находится внутри салона? Ну, действующим законодательством у нас предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством, на котором установлены стекла или пленки, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. И ответственность у нас предусмотрена частью 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Я знаю, что вот в некоторых рейдах, вот, например, в ходе рейда контроль трезвости, в том числе, тонировка проверяется постоянно, и на месте водителя просят убрать вот эту вот пленку со своих стекол, да? Да, совершенно верно. Водители могут устранить выявленные недостатки, нарушения на месте, принять меры к устранению. У нас имеются определенные требования к обеспечению обзорности, поэтому... Да, насколько тонировка влияет на видимость с места водителя? Вот почему такое особое внимание именно этому вопросу? Важно, чтобы у водителя, управляющего транспортным средством, должна быть объективная возможность и условия восприятия визуальной информации, необходимые для безопасного и эффективного управления транспортным средством. Транспортное средство у нас в соответствии с требованиями должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем, и не допускается у нас наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность места водителя. Это пропускание от ветрового стекла или стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна составлять у нас в соответствии с требованиями не менее 70%. И, соответственно, не разрешается применять стекла, покрытие которых создаёт зеркальный эффект у нас при эксплуатации транспортных средств. Возможно, у нас это требование предусмотрено, в верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы прозрачной цветовой плёнки шириной не более 14 сантиметров. Это у нас в районе солнцезащитных козырьков бывает. Это разрешено? Это разрешено, но не более 14 сантиметров оно должно составлять. Соответственно, как вы правильно заметили, тонировка влияет на обзорность места водителя. Допустим, если у нас боковые стекла затонированы, то при левых-правых поворотах водитель может не заметить у нас пешехода, которые переходят у нас в проезжую часть по пешеходным переходам. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня сегодня старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Шамиль Камилов. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Шамиль, перед перерывом мы с вами подробно довольно-таки объяснили радиослушателям о том, что предусмотрено, какое наказание предусмотрено за различные неправильные внесения в конструкцию своего автомобиля, и подробно остановились на тонировании. Всё-таки тонирование стёкол автомобиля и аварийность, эти две вещи связаны напрямую, да? Совершенно верно. Напрямую влияет у нас на аварийность, но поскольку, опять же, у водителя должна быть объективная возможность и условия восприятия визуальной информации, необходимые для безопасного и эффективного управления транспортным средством. То есть он должен видеть с места водителя, должно быть видно как спереди, так и сбоку, что происходит вокруг автомобиля. Ну, соответственно, приближающие транспортные средства, либо это пешеходы, то же самое дорожные знаки, должен видеть водитель с места, и светофоры. Ну, сильная тонировка как может вообще пособствовать какому-либо безопасному вождению. Соответственно, особенно в погодных условиях, ну, допустим, либо пасмурная погода, либо как у нас в настоящее время, да, у нас очень короткий световой день, и, соответственно, основное вождение нас вечером с утра на работу, вечером с работы происходит в темное время суток. Коль мы затронули погодные условия, сейчас зимнее время года, да, это мы всегда говорим о том, что водителям необходимо перестраиваться на зимние условия вождения, но некоторые автомобилисты экономят на зимней резине и ставят шипы на одну ось автомобиля, ставят шипы на одну ось автомобиля, да. Безопасно ли это? Можно ли привлечь такого водителя к административной ответственности? Тем более, что в нашей вот программе мы много раз уже говорили о том, что пора менять резину. Да, совершенно верно. У нас в соответствии с правилами дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, на которых установлены ошипованные и не ошипованные шины. Почему имеется такое уточнение? Поскольку с такими разными качествами резины у нас ухудшается сцепление транспортного средства с дорожным покрытием, и это является у нас неисправностью, при которой запрещается эксплуатация, а именно правилами дорожного движения, если дословно, то на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций, моделей, различным рисунком протектора, морозостойкие, неморозостойкие, новые, восстановленные, и, соответственно, там далее имеется оговорка о том, что установлены ошипованные и не ошипованные шины. Как вы уже правильно заметили, переход к зимнему стилю вождения, связанному со снижением скоростного движения и увеличением дистанции, позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Ну, а это уже, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения. То есть мы сейчас говорим о том, что если ты меняешь шины, то у тебя резина должна быть вся как бы под один стандарт, да? Не так, как одно колесо такое, другое такое, третье, четвёртое, всё разное, и всё как лебедь, рак и щука. Совершенно верно. И помимо этого у нас зимние шины считаются непригодными к эксплуатации, если остаточная глубина рисунка, протектор менее 4 миллиметров. На это тоже стоит обратить внимание. Поэтому сильно изношенные длинные шины, они также не обезопасат наше вождение. Да, тем более, что мы неоднократно, вот выезжая на последствия ДТП в различные районы области, видим, что та машина, которая попала в аварию, очень часто, да, зимой на ней бывает литняя резина, да, или это изношенная резина, которая просто не выполнила свою функцию. Давайте несколько слов расскажем нашим радиослушателям, как законно переоборудовать автомобили. Вот мы к этому всё-таки подводим разговор. Например, многие ставят на свой автомобиль силовой бампер без какой-то либо консультации. Согласование. Вопросы переоборудования транспортных средств у нас регламентированы правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колёсных транспортных средств. Утверждены они постановлением правительства от 6 апреля 2019 года номер 413. Вся процедура у нас внесения изменений в конструкции проходит в два этапа. Для начала у нас заявителю необходимо получить разрешение на внесение изменений. Для этого предоставляется в госавтоинспекции заявление в установленной форме. И основной документ – это заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений. Соответственно, сотрудники ГИБДД у нас при рассмотрении и положительном результате рассмотрения заявления на разрешение. Заявление предоставляется отметкой о том, что такое изменение конструкции возможно. И человек может приступить к внесению изменений. Основным видом у нас, конечно, сейчас является эта установка на транспортные средства газобаллонного оборудования. Но силовые бампера, как вы озвучили, у нас в соответствии с позицией управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, это не является безопасным внесением изменений. У нас установка на легковые автомобили вот этих силовых бамперов, непредусмотренных заводным изготовителем, оно в значительной степени ухудшает предусмотренные заводным изготовителем параметры пассивной безопасности транспортного средства и увеличивает физическое воздействие на других участников дорожного движения в случае дорожно-транспортного происшествия. То есть удар будет сильнее? Совершенно верно. Об этом водители почему-то у нас не задумываются. что они в основной массе нацелены на приведение своих автомобилей для активного отдыха, либо... Чтобы по лесу ездил, по полям, по сучьям. Да, либо это для красоты делать, но при этом не принимают во внимание, что должна быть обеспечена максимальная степень безопасности пешеходов. Соответственно, сами понимаете, какие последствия либо у нас ДТП совершено при использовании заводом изготовителя, который у нас установил бампер, это пластмассовый бампер, и у него предусмотрены определенные условия при совершении ДТП с участием пешехода, либо это грубый железный бампер, который при ДТП в два раза более серьезные последствия будет иметь для здоровья пешехода. Встречаются такие нарушения, да? Есть такие автомобилители, которые ставят в нарушение закона такие устройства? Внесение изменений в конструкцию у нас, ну, как бы давайте определение, как бы хотелось бы обозначить, что такое внесение изменений. Это исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкций конкретного транспортного средства, составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращении, то есть заводным изготовителем, и влияющие на безопасность дорожного движения. Соответственность за внесение изменений в управление транспортным средством предусмотрена частью первой статьей 12.5 Кодекса о административных правонарушениях. И одной из характерных особенностей является то, что при выявлении сотрудниками ДПС, которые внесены изменения, сведения о данном факте передаются в регистрационные подразделения МРЭЛ, для принятия мер по аннулированию учета прекращения эксплуатации. А, то есть вплоть до прекращения эксплуатации автомобиля? Ну, у нас учет приостанавливается транспортным средством, его устранение недостатков. Тем более, что заметить такой автомобиль на дороге совершенно несложно, да, что вот мы должны предупредить водителей, чтобы знали об ответственности и потом не удивлялись, почему нас остановили, да? Совершенно верно. Вот вы сказали, что нужно такие любые действия согласовывать с сотрудниками ГИБДД. А куда в столице Верхневожья нужно, необходимо обратиться, чтобы согласовать изменения в конструкции автомобиля? Ну, как я уже озвучил, значит, у нас процедура внесения изменений проходит в два этапа. Это первый этап – получение разрешений на внесение изменений. После получения разрешений вторым этапом уже является это предоставление транспортного средства на осмотр подразделения ГИБДД и предоставление протокола, это как второй основный документ, протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений в конструкцию. Это у нас что первое заключение экспертизы, что вот этот протокол, они у нас подготавливаются экспертами, которые не входят у нас системой МВД, экспертными учреждениями, испытательными лабораториями предоставляются такие сведения у нас на основании того, что такие изменения внесены в конструкцию транспортных средств. А саму процедуру при оборудовании у нас, ну, во-первых, это является государственной услугой и предоставляется она на территории Тверской области в семи подразделениях. Это непосредственно в управлении ГИБДД по Тверской области, а также в отделении ГИБДД по городу Твери, по Конаковскому району, Ржевскому, Торжокскому и Удоминском районах. Это вот как раз там, где, если изменения вносятся жителями районных центров, да, область у нас большая, куда можно обращаться непосредственно в районах? Да, там у нас предусмотрены часы приема каждого государственного инспектора, и они рассматривают заявления граждан по внесению изменения. Можно обратиться в любой из этих районов, какой удобнее уже в зависимости от территориального нахождения у наших заявителей. То есть, подытоживая наш разговор, мы можем еще раз сказать, что необходимо обращаться в структуру ГИБДД, да, если вы находитесь либо в областной столице, либо где-то на территории области, да, и каждое изменение должно быть согласовано. Тем более, вот как вы сказали, для этой работы привлекаются независимые эксперты. Совершенно верно. Испытательные лаборатории у нас дают заключение о том, что возможно ли такое переоборудование. Независимо, что это может быть. Это какие-то связанные с несением изменений в двигателе, либо установка дополнительного оборудования, изменения категории транспортного средства. У нас эксперт дает заключение о том, что данное переоборудование возможно, и оно будет являться безопасным. Ну и, соответственно, последующая проверка у нас проводится в безопасности конструкции уже после внесения изменений. А насколько водитель, владелец транспортного средства должен, как часто должен контролировать техническое состояние своего автомобиля? Вот технический осмотр проходит он сколько раз? Один раз в год? В текущем году у нас были внесены изменения по техническому осмотру. Там каждый у нас владелец автомобиля может сам определить, насколько часто ему нужно проходить технический осмотр. Периодичность у нас проведения определена в статье 15 федерального закона номер 170. Как раз таки он так и называется – техническом осмотре транспортных средств. И там у нас расписано уже, начиная от того, сколько лет эксплуатируется автомобиль и как часто он должен проходить технический осмотр. То есть, чем старше автомобиль, тем чаще он, по идее, должен проходить технический осмотр. И как водителю определить, что уже пора? Это как к зубному врачу. Понятное дело, что технически неисправного транспортного средства мы не можем эксплуатировать. Это водитель, прежде чем выехать дома, должен убедиться в том, что у него отсутствует неисправность, а либо принять меры к их устранению. Ну, а периодичность технического осмотра, конечно, у нас, как я уже озвучил, у нас определена. Если автомобиль новый, у нас уже имеется, допустим, до 4 лет, если автомобиль, нет необходимости проходить технический осмотр. Если уже от 4 до 10 лет, то автомобиль проходит, это касается общих легковых автомобилей, каждые 24 месяца, то есть на 2 года. 2 года? Да, если уже более старший автомобиль, то там уже предусмотрено ежегодно. Ну, и в зависимости, конечно, то, что это за автомобиль. Если у нас это легковые такси, автобусы и грузовые, они там уже своя периодичность установлены. Те, которые перевозят людей, да? И людей, и, соответственно, большие грузы. Ну, водитель, который каждый сам должен установить в зависимости от того, каким автомобилем он управляет, периодичность прохождения технического осмотра. А та вот профилактическая операция, технический регламент, с которой мы начали нашу программу, как часто, раз в год она проходит? Как часто вы прибегаете вот к такому мероприятию? Мероприятия нет. Раз в год это было бы слишком мало. А мероприятия у нас проходят ежемесячно. Каждый месяц? Каждый месяц мы определенный день выбираем. И, соответственно, по всей Тверской области, всеми подразделениями ГИБДД проводится данное мероприятие. И, соответственно, уже результаты, как я уже сегодня озвучил, есть. К сожалению, бывают даже очень такие серьезные нарушения, которые, ну, с вами посудить, неисправны с рулевого управления. Ну да, да, вот вы сказали, я очень была удивлена. И были помещены транспортные средства на специализированную стоянку. То есть к такой профилактической операции водителям Тверской области нужно привыкнуть, как вот привыкли уже, наверное, к профилактической операции контроль трезвости, да? Не удивляться, что инспектор останавливает и смотрит. И, наверное, смотрите уже в зависимости от сезона. А, вернее, акценты делаете, да? Зима – это весна или лето? Ну, есть общие неисправности, которые должны быть независимо от сезонности. Ну и, соответственно, конечно, сейчас обращается внимание у нас на состояние шин эксплуатируемых транспортных средств. То, чтобы у людей в условиях, погодных условиях, у водителей была обеспечена надлежащая управляемость транспортных средств. И, соответственно, машина была при управлении, хорошее было сопротивление с дорожным покрытием. Давайте еще раз вот так подытожим наш разговор и обратимся к водителям. Почему мы особое внимание обращаем на техническое состояние автомобиля? Как это влияет на жизнь и здоровье участников дорожного движения? То есть, если у нас автомобиль неисправен, то такая эксплуатация не будет являться безопасной как для самого водителя, так и для его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Поэтому не стоит относиться безответственно и к тому, что если вы видите, что ваш автомобиль неисправен, и все равно продолжать его эксплуатацию, поскольку последствия таких неисправных автомобилей могут быть очень плачевны, как для самих водителей, так и для других участников. Неисправности у нас, при которых запрещена эксплуатация, у нас все они указаны в правилах дорожного движения. Это открыть и посмотреть, если кто-то забыл или не помнит, или сомневается, можно ли ему в таком виде эксплуатировать свои транспортные средства. У нас установлен перечень неисправностей транспортных средств, при которых запрещена эксплуатация. Все от тормозных систем, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей, колесных шин и других требований. Все у нас описано в правилах дорожного движения, которые необходимо нам соблюдать для безопасности. Спасибо огромное. Спасибо, уважаемые друзья. Напоминаю, что вы слушали программу «Тема дня». Наша встреча проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В студии работала Ирина Чекунова, а в гостях у меня был старший инспектор по особым поручениям, управлением ГИБДД УМВД России по Тверской области Шамиль Камилов. Как правильно сказал Шамиль Горджевич, соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.